Окей. О том, что человек внутри себя ощущает, что он свободен, но если он начинает заниматься наукой, то это вовсе не факт. Наука говорит совсем о другом. И закончили мы тем, что еврейская традиция говорит, что душа человека свободна, у человека свобода выбора есть. И теперь мы переходим к другому, более религиозному противоречию между тем, что с религиозной точки зрения Бог знает все, и человек при этом ощущает себя свободным. И как такое может быть? Если, например, человек решил поднять правую руку, знал ли Бог об этом, прежде чем человек ее поднял? Если Бог это знал, значит, у человека не было выбора. А если Бог это не знал, если у человека был выбор, значит, Бог знает не все. Это уже такой религиозный процесс. Извини, Андрей, а у нас нет русского текста поставить на экран? О, слиха, это я не тот файл, значит, завел. Да-да-да, если можно. Вот. Так, человек и вера – свободный выбор, да? О, да-да-да, все, спасибо. Да, вот. Теперь тот файл. Итак, парадокс между тем, что Бог знает все, и у человека есть свобода выбора. И займемся этим древним вопросом. И такой вопрос у нас возникает во время изучения книг пророков, да, которые время от времени говорят, что будет так, да, произойдет следующее. Да, и это идет в разрез с тем, что люди, которые в этом участвуют, могут ли они выбрать что-то другое. И вот у нас есть, как пример, история из книги Млохим Алиф, да, о том, как приходит пророк и говорит, да, по отношению к жертвеннику, на котором совершаются языческие жертвоприношения. Говорит о том, что родится сын в доме Давида по имени Йошиягу и зарежет языческих священников, совершающих на нем воскурение, и сожгут их кости. То есть, он дал знамение, да, что придет человек, но этот человек, на самом деле, царь Йошиягу пришел через 200 лет после этого, да, и отсюда вопрос, была ли у него возможность не исполнить то, что предсказал пророк. Ну, это один из примеров, да, в пророческой традиции еврейской, да, есть еще другие какие-то предсказания. Итак, да, какие... Секунду, секунду, секунду. Здесь совершенно разный вопрос. Это мог ли он не исполнить то, что говорил пророк, это одно. Пророчества должны ли исполняться, это вообще отдельная тема, абсолютно. Опять-таки, от нашей свободы выбора в чистый момент правую или левую руку. То же самое, это детерминизм или лично предуготованное. Это совсем-совсем разные вещи. Это два разных вопроса. То есть, есть еще вопрос, что пророчество, в принципе, может не исполниться, да, если оно... Да, это совсем другая вещь, да. Это абсолютно обсуждают наши мудрецы тысячи вариантов случаев, что, начиная от ионы, понимаешь, что пророчество может исполниться абсолютно иначе. И это вопрос, опять, вопрос детерминизма и предопределенности. Это две разных вопроса. Предопределенность – это вопрос отношения к пророчествам. Детерминизм – это вопрос нашей теологии, что Бог все знает, свободен ли я поднять правую или левую руку. Это все разные вещи. То есть, что Бог все знает – это детерминизм. Да, в данном случае, конечно. А реализация пророчеств – это предопределенность, есть или нет. Это совсем разные вещи. Так, это мы вернулись опять к прошлому. Да, да, да. То есть, эта гихотомия существует в религиозной области тоже. Сначала мы ее смотрели в, ну, как бы, нееврейской области, потому что там тоже предопределенность связана не с наукой, а связана с чью-то там кармой или с мойрами или такими вещами. То есть, религиозными взглядами только не еврейскими. А детерминизм там был связан с вопросом конфликта с физикой. А здесь совершенно тоже есть и детерминизм, и предопределенность, но только два совершенно разных вопроса. Я за то, чтобы обсуждать оба вопроса, но только отдельно. Ну, сейчас мы обсуждаем вопрос. С одной стороны, Бог знает все, а с другой стороны, у человека есть свобода выбора. Окей, это касается детерминизма. Знает все в смысле правую или левую руку подниму. А совершенно другой вопрос. Мог ли Иши Ягу не исполнить то, что предсказал пророк? Это другой вопрос абсолютно. Он как раз вопрос предопределенности, он не отрицает свободу выбора. Он говорит, свобода выбора у тебя есть, только все равно ты не сможешь изменить некоторые, всех твоих сил не хватит, чтобы изменить некие предопределенные вещи. Вот что такое предопределенность. Предопределенность не отрицает свободу выбора. Предопределенность отрицает нашу возможность повлиять на мир в определенных литерных точках. А, ну, здесь об этом и говорится, да, что он мог прожить свою жизнь там как угодно, Иши Ягу, да, но в какой-то момент или даже в разное время перед ним встает выбор, да, что он должен по пророчеству разрушить вот этот жертвенник, да, зарезать эти вещи. Да, это только вопрос, должен или нет, понимаешь? Вопрос. Реализация пророчеств – это совсем другая штука. Да, придет он к этому или нет, да, и… Да, 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 это просто совсем-совсем другая вещь. На самом деле, если мы проанализируем Танах, мы найдем огромное количество пророчеств, которые не реализовались. Недавно мне статью целую поискали на эту тему прямо про пророчества в Таре, но которые не реализовались. И дальше можно обсуждать, реализовались или нет, или в переносном смысле, но то, что по прямому смыслу не реализовались, это совершенно очевидно. И этого полно совершенно, таких пророчеств. Окей, ну давайте дальше, да, давайте я не буду слишком сильно останавливать обсуждение. Так, ну да, насколько я понял, здесь Раф Ширки несколько упрощает, да, вот эти все фрактальные расхождения, которые мы обсуждали. Если это к одному и тому же, то это, конечно, мне кажется, упрощение. Итак, возможно, решение вот этого парадокса, да, Бог знает все, у человека есть свобода. На протяжении тысячелетий философы, мыслители разных религий, да, пытались ответить на этот вопрос. И рассмотрим несколько основных подходов мудрецов Израиля по этой теме. Итак, Ральбак, да, 13-14 век утверждал, что божественное знание не противоречит свободному выбору, поскольку оно не включает в себя действия, совершаемые по выбору. То есть, есть такие вещи, которые, в принципе, невозможно знать, да, это то, что человек выберет, то, что отдано во власть человеку. Поэтому не является оскорбительным сказать о Боге, что он не знает будущего, да, недостойно знать, не знать того, что возможно знать, но область свободы выбора – это то, что невозможно знать в принципе. То есть, это непознаваемо по своей сути. Вот, поэтому Ральбак считает, что Бог не знает, что выберет человека, и это вполне, как бы, нормально, да, этого не знать. И это не является, как бы, недостойным для Бога, да, знание Бога возвышается над делами этого низкого мира и не включает в себя то, что будут делать люди, да, это пишет Ральбак, вольник Господа. Следующее мнение, да, Раф Хездай Крескос, 14 век Испании, да, он говорит совершенно наоборот, да, что Бог знает, если у Ральбака акцент на то, что на свободу выбора человека, да, и он как бы ограничивает Бога, да, знание, то Хездай Крескос наоборот, он ограничивает человек. Он говорит, что Бог знает, что выберет человек, да, какую руку он поднимет в какой момент и так далее, да, но при этом человек ощущает, что у него есть свобода, да, в тех или иных границах. А эта свобода есть, потому что Бог дал человеку такое ощущение. Он дал осознание свободного выбора, но на самом деле это только со стороны человека, да, со стороны Бога. То есть, Бог знает всё, да, включая все малейшие действия человека. И третье мнение, да, Раф Хездай Крескос, 14 век Портургания, да, он пишет, я был потрясён, что праведный Равин, то есть Раф Хездай Крескос, убежал от ереси толкователей, которые считают, да, что Бог что-то не знает, но сам впал ещё в большую ересь. Он хотел спасти божественное знание, но нанёс ущерб выбору, да, ограничил человека в его свободе. И поэтому Раф Абарбанель заключает, что нужно вернуться к учению Рамбама по этому вопросу, и учение Маймонида мы рассмотрим подробнее. Окей. Окей. Итак, мнение Рамбама, да, он занимается этим вопросом много, да, и в частности в законах Чувы он пишет, зная, что ответы на этот вопрос не вместят все земные просторы, вся ширь морская. И дальше он пишет, что знание Всевышнего не отделено от его сущности, как у людей, чьё знание отделено от их сущности. Но Бог и его знание едины, и человеческий разум не в состоянии по-настоящему понять это. И если так, то мы не способны понять, каким образом Всевышний знает обо всех творениях и обо всём происходящем. Но мы должны твёрдо знать, что поступки человека в руках человека, и Всевышний не принуждает и не предписывает ему, как ему поступить. Это Мишнетура, законы Чувы. Из этого ответа Рамбама можно понять, что этот вопрос настолько глубок, что у нас нет возможности ответить на него. Так же понимает и Раават, раби Авраам бен Давид, который пишет, что этот автор, то есть Маймонит, не последовал обычаю мудрецов, согласно которому человек не должен начинать то, что он не может закончить. Он начал с трудных вопросов и оставил их без ответа. Лучше бы он оставил этот вопрос, как он есть, и не будоражил сердца читателей, оставляя их в сомнениях. Не дай бог, они из этих сомнений могут прийти к какой-то ереси. Так пишет Раават. Он понял, что Рамбам поставил вопрос, а ответа не дал. И опасается, что это может привести людей к сомнениям. Однако, если мы вдумаемся в слова Маймонида в этой Аллахе, а также в предисловии к Перке Абот, то станет ясно, что он на самом деле дал ответ на этот вопрос. Дело в том, что он заключается в том, что вопрос неверно поставлен. На сложный вопрос мы можем либо пытаться найти ответ, либо заключить, что этот вопрос неверно поставлен, поэтому ответ на него мы не можем найти, или найти на него ответ невозможно. Пример. Если человек спросит апельсин, сладкий или горький, это правильный вопрос. На него можно дать ответ. Но если человек спросит свет лампы, сладкий или горький, то это неправильно поставлен вопрос. Потому что сладости и горечи относятся к чувству уса, а свет лампы относятся к чувству зрения. То же самое касается вопроса о знании и свободном выборе, о божественном знании и свободном выборе. Рават понял так, что Маймонид получил вопрос, но не дал ответ. Однако из слов Маймонида понятно, что он отрицает саму возможность вопроса. Поэтому невозможно задать вопрос, противоречит ли свободный выбор знанию Бога, потому что человек не может постичь, что такое знание Бога. Тут совсем другой вопрос. И в этом Маймонид опирается на слова Аристотеля из книги «Метафизика», который утверждал, что божественное знание идентично самому Богу и не является внешним добавлением знания, как у человека. И поэтому человек, как он не может постичь сущность Бога, так же не может постичь сущность божественного знания. И это снимает противоречия между божественным знанием и свободным выбором. Почему мы решили, что мы можем понять, что такое Бог знает или Бог не знает. То есть как Бог непостижим, так и знание его непостижим, потому что его знание неотделимо от его сущности. Другими словами, согласно Рамбаму, любое высказывание о сущности Бога не может быть положительным утверждением, поскольку это создает систему сравнения между Богом и миром. Это так называемое апопатическое богословие. Мы можем сказать о Боге только то, что Он нет. Что у Него нет тела, что у Него нет формы, что Он не ограничен временем, пространством и так далее. А что положительного мы можем о нем сказать, все, что будем положительного говорить, это наши земные человеческие параметры. И получается, что мы будем его сравнивать с миром, что некорректно и неправильно. Мы можем с уверенностью утверждать, что все известно Создателю, потому что на самом деле это не утверждение, а отрицание. Что, по сути, когда мы говорим, что Он знает, мы говорим, что нет ничего скрытого от Него. И тогда мы можем это говорить. Однако само утверждение, что Творец знает, мы не способны его понять. То есть невозможно использовать понятие знания и незнания по отношению к тому, кто выше знания и незнания. Например, если мы спросим ребенка, ты бы хотел стать премьер-министром, он немного подумает и скажет, а в доме премьер-министра играют в шарики. То есть это критерий, по которому ребенок оценивает вопрос. Понятно, что это неправильный критерий, но таков уровень его понимания. Точно так же и разговор о знании или незнании Всевышнего показывает только нашу отдаленность от Него. Потому что понятие человека ограничено по отношению к бесконечному. И когда человек говорит что-то о Боге, он должен осознавать ограниченность своих слов. И известный спор о том, есть ли Бог или нет, на самом деле это не серьезный спор, потому что невозможно включить божественность в человеческие понятия есть и нет. Точно так же, как невозможно сказать о Боге, что он сладкий или горький, так же невозможно сказать о нем, он есть или его нет. И когда человек говорит всерьез, что Бог есть, это сразу вызывает возражение у другого человека, который чувствует, что это утверждение неправильно сформулировано. Отсюда Раф Кук объясняет тему атеизма, что на самом деле в нем есть некая глубокая искра. Что когда человек слышит, что Бог есть, в этом что-то не так. И Раф Кук объясняет, что в этом есть предназначение атеизма очистить человеческие представления, представления о божественном от их ограниченности. С другой стороны, и в этом была позитивная роль атеизма. Потому что когда мы говорим, что Бог есть, опять же положительное утверждение, мы его принижаем. Мы его меряем нашими мерками. Есть, нет, существует, не существует. Но с другой стороны, если бы атеизм говорил, что утверждение Бог есть неверное, это было бы нормально. Но атеизм говорит, что Бога нет. Но это точно такое же неверное предложение. Потому что другое утверждение говорит о Боге, что его нет. На самом деле Бог выше понятий есть и нет. Существует и не существует. Поэтому царь Давид говорит в Таилим 65.2 «Тебе молчание хвала». То есть лучшее, что мы можем сказать о Боге, в этом смысле, это молчать о Нем. О сущности Бога. Это является настоящей хвалой. И основной вопрос, на который отвечает иудаизм, он не в том, есть Бог или нет, а в том, есть откровение или нет. То есть возможно ли пророчество? Потому что как только человек начинает думать о Боге, пытаться дать ему какие-то определения, что-то о Нем сказать, с этого начинается теология. А в теологии заложена основа идолопоклонства. В ней есть такая возможность. Когда мы что-то говорим, там дальше это приходит к форме, к каким-то ограничениям. То есть все это может закончиться идолопоклонством. Другими словами, еврей не может сказать ничего о Боге, но он может с уверенностью сказать, что Бог разговаривает. То, что новое привнес иудаизм, это не Бог есть, Бога нет, а это именно пророческий опыт встречи. И вот эта встреча, которая произошла на Синае, которая передается, этот опыт в еврейской традиции, это истинное отношение иудаизма к понятию божественного. Мы не знаем, что такое Бог, кто такой Бог, есть, нет, но мы точно знаем, что Он разговаривает. И об этом постоянно написано в Торе, и сказал Всевышний к Муше и так далее. Мы точно знаем, что Он разговаривает. Вот. На этом пока остановимся. Есть какие-то комментарии. Смотрите, мне кажется, что здесь есть важная вещь. То есть противоречие у нас в теологии, любая теология является ограниченной. И поэтому это противоречие, оно находится внутри теологии. И с другой стороны, и поэтому теологии могут быть разные. Все они ограничены, все они полные. Но ведь теология тоже нужна. Теология нужна, чтобы как-то привести в систему наше представление о Боге. Сказать, что теология – это источник идлопоклонства, это нехорошо, потому что слишком источником идлопоклонства может быть абсолютизация теологии, но не сама теология. Теология сама необходима, без нее невозможно. Это приведение в систему моих сградов, которая мне необходима. И вот из того, что было сказано, это все, конечно, разные теологические ответы. И чего же я себе в итоге беру? То есть я себе беру из всего, что было сказано, вывод такой – ну, что сказать невозможно. Но это как-то не ответ. Такая теология мне не очень нравится, потому что она как-то недостаточно меня как бы структурирует, мои представления. Можно, конечно, сказать, окей, теологический ответ. Ответа нет. Ну и дальше что? Я, честно говоря, теологию Рамбама вообще не могу воспринимать. Давайте вернемся к объяснению Рамбама. Ну, объяснение Рамбама, он пытался дать рациональное объяснение, поскольку Рамбам вообще рационалист. Ну и хорошо, окей. Его критикуют, что его ответ – это не ответ. Ну и критика правильная. И дальше что? Слышит Бог и его знания едины. Ну и что мне из этого? То есть это как-то не очень. Ну, Рамбам, мне кажется, обостряет это противоречие, да, и не дает на него какой-то положительный ответ. Ну, окей, хорошо, окей, и дальше что? Прекрасно. А дальше? Ладно, значит, давай я свой ответ дам потом. Давай пойдем дальше. Но, в общем, пока что это все хорошо, красиво, но я лично, для меня это не встраивается. Я такую теологию не очень-то съедаю. А какую ты съедаешь? А я сейчас скажу. Я просто не хочу лезть вперед, потому что я верю, что там есть следующие пункты, а я после этого расскажу. Ну, я бы сказал, что необходимость теологии, что теология все-таки нужна, это проблема, да, то, что нет пророчества. Потому что, когда есть пророчество, тогда мы говорим с Богом на «ты». А когда диалог прекращается, тогда я начинаю описывать, какой он. Да, мы говорим с Богом на «он». Да, это верно, я согласен. Но это же факт, что его нет, и что дальше? Ну, что нужно признать, да, что необходимость теологии – это как бы следствие проблемы прекращения пророчества. то есть, да, есть проблема, но теперь теология нужна, да? Да. Ну, хорошо. Так, идем дальше. Первый из мудрецов Израиля, который высказался по вопросу этого парадокса, да, божественного знания и выбора, был рабе Акива, да, в Перке. А вот он говорит «Околь сафуй варишутны туна». На самом деле, я бы сказал, да, что не факт, что эта фраза означает это самое, да. Потому что есть версия, что это потом уже появилось такое толкование, а он на самом деле говорил то, что он говорит дальше, да, когда что блокнот открыт, рука записывает, да, «Околь сафуй в том плане, что ты можешь все делать, да, но помнишь, что все записывается». А сама вот эта идея, да, что все предрешено, она появилась позже, да, появилась уже в связи с исламом, и оттуда ее получил Рамбам, да, и начал с этой точки зрения, как бы, описывать. Все предрешено, а свобода выбора дана, да. Во времена Мишны, во времена Раби Акива, да, все-таки такое, как бы, не приходило в голову, да, все-таки считали, что свобода выбора дана. Ну, окей. Стоп, стоп, стоп. Это почему уже так не приходило в голову Раби Акива? Какой стати? Вполне приходило. Почему? Все нормально. Ну, то у Аристотеля была такая идея, то, что... Я по Аристотелю сказать не могу ничего, но что окольца фуй, то есть не предрешено, а все провидено, лучше сказать, да, и свобода дана, ну, все. Почему Абя Акива против? Абя Акива за. Ну, окольца фуй, это вот все предрешено? Нет, это все провидено, все провидено. Провидено в каком смысле? Что Бог знает. Ну, пожалуйста, предрешено. В некоторых смысле можно тоже так перевести. Но от свобода дана все окей, все хорошо. То есть я не против этой фразы. Я не понимаю, почему если Абя Акива что-то не знает. Нет, я просто не уверен, да, то, что Раби Акива понимал это так, как рамбам. То, что акольца фуй означает, что все предрешено, и Бог все знает, и нет никакого выбора. Нет, почему нет выбора? Свобода дана. Ну, свобода дана, это как бы тут, как бы он обостряет парадокс, да? Но опять же мы так привыкли. Конечно. Так все нормально, так хорошо. То есть это высказывание, оно Рабам пытается объяснить это высказывание. Совершенно не факт, что тот, кто это сделал, как и Абя Акива, что он согласен с толкованием Рамбама. Это, соответственно, конечно, потому что у Абя Акива не было эстетилизма и рационализма меманитовского. А ведь Абам должен с этим высказыванием справиться, а не Раби Акива с Абамом. Ну да, это я и хотел сказать. Окей. Ну хорошо, тогда пойдем по пониманию Рамбама, высказывания Раби Акива. И по сути здесь проблема не решена. Здесь нам представлены два факта. Знай, что свободный выбор – это истина, свобода дана, и знай, что божественное знание – это истина. Все предрешено. То есть, опять же, здесь нет разрешения противоречия, здесь есть такой обостренный вывод. Два противоположных утверждения. И это немного напоминает дискуссию физиков о том, является свет электромагнитной волной или частицей. И вывод из дискуссии физиков был такой – свет и то и другое, смотря как мы его исследуем. Человек не способен мысленно представить себе это понимание. Но все же это истина. Вообще-то, вывод физиков был не совсем такой. Вывод физиков другой немножко. Что свет – это не волна, это не частица, а понятия волна и частица являются производными от волновой функции, грубо говоря. И у света такая волновая функция, которая появляется и так, и иначе. И это не только свет, а абсолютно любая элементарная частица проявляется и как волна, и как частица. Просто на свете это более заметно. Вот, собственно, и все. А суть была в том, чтобы уйти от понятий волна и частицы и перейти к совершенно новому понятию волновая функция, которое вообще другое совершенно понятие. То есть в физике это было решено убиранием понятий волна и частицы. оба понятия стали производными, а не базовыми. Ага, то есть они ввели новый термин, который решила… Да, новый термин, новую совершенно физику, новый способ исчисления, то есть квантовую механику. Квантовая механика просто основана на том, что совершенно другие есть понятия, другой панетийный аппарат, а это уже следствие. Проявляется волновая частица, и тогда любая элементарная частица, не только фотон, проявляется и так, и иначе. Ну, по крайней мере, и так я помню из моего, так сказать, из моих представлений, я не специалист, изумеется, в этой области, но настолько я помню это именно так. То есть, по сути, они дали как бы инструменты человеческому разуму, которые решили вот это противоречить? Который убрал понятия волна и частица вообще и сделал их вторичными. Получается, точно так же можно решить и вот это противоречить? Не знаю, не знаю. Я бы здесь так совершенно ни на это не шел. Я здесь совершенно другого подхода предлагаю. Я вообще против этого сравнения. Это не сравнение с волной частицей. Я бы не стал. Окей, да. Ну, примем вот эту теорию, что есть нечто, что мы измеряем одними приборами, у нас один вывод, измеряем другими приборами, у нас другой вывод. Окей. И так же можно сказать и о вопросе божественного знания и выбора. У нас есть ясное интеллектуальное знание, что Бог, конечно, знает все. И с другой стороны... Стоп, стоп, стоп. Это откуда у нас такое интеллектуальное знание? Это никакое не интеллектуальное знание. Это наша теология. Из теологии у нас есть знание. Мы читаем, изучаем, пытаемся понять. Окей, хорошо. У нас есть... Только слово знание я здесь убрал. У нас здесь... Ну, хорошо. Окей. У нас здесь такая концепция. Ну, концепция, да. Мы выучили, поверили в нее, как бы много раз прочитали. Мы это осознаем разумом, но это противоречит с нашим ощущениям. Да, окей. Да, совершенно верно. Если можно, у меня некоторые общие замечания. Я хочу сказать... Я не знаю, как вам это кажется. Мне скорее мешает, чем помогает. Вот, как бы, те доказательства, которые рафшерки приводят из областей, как бы, ну, скажем, смежных. Да, то есть, не религиозных, не Массорет, не Тора, а какие-то примеры из физики там современной, любой или менее современной. Вот, из философии и так дальше. Значит, как бы, все время такое ощущение, что хочет какой-то, как бы, козырь такой выложить, типа того, что, ну, вы не думайте, что мы такие темные, вот мы тоже что-то такое знаем. Но, похоже, все-таки, это все для людей, которые, грубо говоря, они учились в фишивах, они вообще имеют слабое представление. И им, как бы, импонирует, что раф, вот он может что-то такое еще про физику говорить. Когда реально встречаются люди, которые, ну, как бы, минимально в этом понимают, они тут же начинают, как бы, говорить что-то, что является актуальным знанием, хотя бы, как бы, на их уровне. Посмотрите, какой шифр комментарий написал. И это становится не очень понятно, к чему вообще это надо было новая теория. Я тоже когда-то ее учил, да, но это было там уже 40 лет назад. Наверняка с тех времен много, как бы, изменилось. Поэтому я не очень понимаю, зачем, как бы, это все крутится вокруг, на мой взгляд, опять, примитивно, все крутится вокруг одного. А именно, доказать ничего нельзя. На израильском сленге это выражается в емкой фразе «зэ маэш». Это то, что у человека, и с этим надо жить. Да? Доказать ничего нельзя. Ну, эмпирически у тебя есть некоторый человеческий опыт. Ну, как бы, живи, лучше тебе, как бы, верить, надеяться, и все. Ну, в принципе, его знание не твое знание. Твой выбор не его выбор. И так дальше. Причем здесь эта самая волновая теория и корпускулярная теория света. Мне это только мешает. Не говоря о том, что мы только что привели мнение, сейчас последнее мнение, как бы, да, еврейских мудрецов, которые мудрецы, они напрямую просто отрицают один другого. А что ты же надежден простой человек? Как бы, принимать, Рафширки говорить правильно, почему? Потому что он, вот, продвинутый, как бы, слышал что-то такое про физику. Ну, не знаю на сколько. Меня это, я просто говорю, меня лично это не убеждает. Скорее наоборот. Я присоединяюсь к Натану, и мне кажется, что действительно ссылка на физику здесь лишняя. Миша Рудман, что-то хочется спросить. Да, Миша, пожалуйста. Мне кажется, ведь у нас есть некое ассоциативное мышление, есть некий опыт, как ты правильно сказал. И если в твоем опыте, да, ты вдруг чувствуешь, как вот он-то там. Я не читал, правда, с сожалению, Ширка, но свое мнение не имею, да. Нет, о чем ты говорил. Часто встречается что-то, что ты уже встречал в своей жизни, у тебя есть опыт, и у тебя ассоциативно, это становится более понятно, да, вот как сегодня было сказано о вопросах, да, что вопрос, я не помню, о чем там была речь, но типа того, что сладкое, свет сладкий или горький, он как бы нерелевантный. И на основе этого ты начинаешь понимать, «А, это развивается так». Понятно, что это не для каждого человека, но для многих людей возникают ассоциации, которые как бы соединяют непонятные предложения с тем опытом, который у этого человека есть. Понятно, что у каждого человека это свой опыт. И очень часто эти примеры дают возможность некоторым людям понять. Так, по-моему, построено не только вот обсуждение того, что мы говорим, но и также примеры во всех науках, когда пытаются объяснить вещь, которая сложная, и с вещью, у которой у человека не было до сих пор ассоциаций. А когда возникают какие-то ассоции, возникает какой-то кеша. Спасибо. То, что я хотел сказать. Да, спасибо. Я согласен и с Натаном, и с Михаэлем. Действительно, мне это помогало, пока приходит знающий человек и говорит, что на самом деле там все глубже. Вот именно. И все не совсем так. Ну, в принципе, да. У нас не первый раз приходит знаток Аристотеля, говорит, что там не так. Приходит на то христианство, говорит, что там не так. Но, тем не менее, как будто в таком простом изложении, наверное, тем, кто не в теме, это помогает. Ну, правильно, да. А тем, кто не в теме, это помогает. Нет, пример Петя, почему? Пример Петя, как бы наоборот, он показал, что существует некая функция, которую, мы думали, описывает, что мы знаем, что будет будущее. Или не знаем, что существует более сложная функция, которая описывает это явление. Наоборот, мне кажется, этот пример как раз после того, после объяснения Пинхаса, он стал более реальным. Я немножко занимался оптикой. В общем, это как раз, мне кажется, более реально совпадает с представлениями, знает ли Бог. Это некая сложная функция, которая в зависимости от условий проявляется так или так. Спасибо. Можно я скажу? Да, конечно. У меня как бы такое представление о свободе воли, что существует многовариантность. И в любой ситуации есть варианты. И ты выбираешь, и это твой выбор, и в этом и есть свобода воли. Выбрать из множества вариантов, выбрать свой. Но, понимаешь, проблема в том, как я ее... Вот ты сейчас то, что ты говоришь, это знает каждый человек. То есть я встаю утром, это мое собственное дело. То есть если я не нахожусь, не дай Бог, в тюрьме, либо где-то, у меня есть как бы минимальная свобода, как у каждого человека. Это мое дело сейчас, что делать? Тебе в магазин, на работу, лечь спать и так дальше. Но с другой стороны приходят религиозные люди. Они говорят, смотри, вот твоя как бы... Тоже тебе кажется, у тебя есть свобода выбора. Это все... Это на самом деле, это нереальные вещи. Это только тебе так кажется. Почему? Ну, потому что все уже решено. Ты говоришь, ну как же, ну я же могу в магазин сказать. Ну это все мелочевка. Пойдешь в магазин, туда-сюда. По большому счету, все уже написано. То есть как бы твоя... Нет, ну даже серьезные вещи. Ты в какой-то момент, у тебя есть выбор, идти туда или идти сюда, ехать в Израиль или ехать в Америку. И ты решаешь, когда у тебя появилась возможность. От этого зависит жизнь твоя, твоих детей. Да, но мне кажется, общая постановка вопроса, о которой мы говорим, вот это вот, по-видимому, неразрешимая проблема, о том, что с одной стороны, на личном опыте каждый считает, что у него есть как бы его выбор, а на уровне как бы теологическим, религиозном все предрешено. То есть ты можешь куда-то пойти, ты можешь поехать, но это как бы, это мелкие шажки, большие шаги, они уже определены. Они определены. Все уже известно, когда человек родится, когда он умрет, заболеет, не заболеет. Все это уже есть. Поэтому как в этой ситуации серьезно относиться к своей жизни? Ведь любой человек, он хочет быть как бы режиссером своей жизни, постановщиком, и вообще с ощущением того, что он хозяин своей жизни. Правильно? Как же с ощущением того, что хозяин все уже решил на самом деле? И вот это, мне кажется, это то, что... И потом приходят как бы теологические авторитеты, ну, как Рафширки, которые попытаются нам как-то дать понять. Потому что у Хелунин, да, людей, которые, ну, скажем так, не верят в... Есть уж не существование Бога, потому что он чем-то управляет. Что-то такое есть, да, но он не управляет. Мне гораздо проще, они считают, что действительно у него абсолютная свобода. Он что хочет, то и делает. У религиозного человека это не так. Как с этим жить? Ну, понятно. Почему? Кто тебе сказал? Ты можешь построить совершенно разные теории. Возьми элементарную теорию, как бы, развития экономики и тому подобное. Ты участвуешь в этом процессе. Ты можешь сделать так или не так. Но сам процесс, он придет к какому-то законному, да, которое от твоего зависит очень мало, да. От этого... Ты капля в воде, да, ты можешь сюда как бы поплыть, щепка в воде, да, сюда-сюда поплыть, но и ко всем вынесет туда. Понимаешь? Чему вынесет? По законам выноса? По законам выноса? Это одна теория. Извини, Миша. Извини, Миша. Я, прикольно, можно я вторую? Да-да-да, Миша, да, Миша договори. Да, миша, да, Миша договори, пожалуйста. Извини, да, да, да. Вот, это одна такая... Нет, я не говорю, что это так устроено, я говорю, что можно построить разные теории. А вторая теория из той же физики возьми. С какой ты точностью пытаешься определить место, с такой точностью ты не будешь знать значение там волны. Значит, есть вещи неопределенности. Вот. И ты пытаешься что-то определить, а другой параметр у тебя становится неопределен. У тебя есть как бы свобода выбора, но тогда ты изменяешь другой параметр. То есть, это не... Я тебя понял. Вот, ты знаешь, мой как бы ответ, да, вот на сегодняшний момент, он такой. Надо согласиться с этими правилами игры. Что это означает? Это означает, да, в доме есть хозяин. Что он знает, я не знаю, потому что его знание это не мое знание. Но я не могу жить по-другому, не считая, что у меня есть какая-то свобода. Все. Все остальное каждый может это объяснять такой теорией, волновой теорией, там дальше пятый, десятый. Вот это вот рамка человеческой жизни. Все. Это то, что в трактате «А вот, правильно, все предвещено, свобода дана». Это, казалось бы, это автология, то есть, как бы это одно противоречит другому. С другой стороны, это рамка человеческой жизни, все. Точно так же, как какой смысл рождаться, если ты знаешь, что ты умрешь. Ну, так действительно, никакого смысла в этом нет. А для чего тогда все это? Окей? Извини, все-таки я хотел сказать, что здесь есть два абсолютно разные вещи. Это детерминизм и предопределенность. То, что говорил Миша про экономику, это все-таки предопределенность и то проблематично, но уж никак не детерминизм. Поэтому давайте вернемся все-таки здесь. Давайте здесь разберем здесь две вещи. Мой подход лично, мой подход к этому такой, что здесь есть противоречие. Это противоречие сущностное, а не кажущееся, что самое главное. Это не то, что тебе кажется, что ты свободен. Ты действительно свободен. Это не то, что тебе кажется, что Бог знает. Он действительно знает. Между этим есть противоречие. Окей. Это противоречие принципиально неразрешимо. Не нужно пытаться его разрешить. Вместо этого нужно акцентировать и как бы в своей жизни ощущать обе эти вещи. То есть не просто «я не могу жить иначе, кроме как свобода», я действительно чувствую свободу, и она действительно есть. И Бог действительно знает, те религиозные, которые напирают только на один пункт божественного знания и игнорируют свободу, это их теология, и я с ней не согласен. Это их проблема, это не моя проблема. То, что они приходят ко мне и говорят, ну смотри, ты не прав, извини, это твоя проблема, это твоя теология, а у меня теология другая, до свидания. Ты не про религию говоришь, а про свою теологию. Это в этом проблема не в иудаизме, не в реальности, а в твоей теологии. Разбирайся с ней сам, мне это неинтересно. Я акцентирую то, что Бог все знает, и в смысле детерминизма, и в смысле предопределенности. Я при этом акцентирую, что человек свободен, и это реальная свобода. Я акцентирую, что это противоречие, и не ухожу от него, а наоборот считаю, что противоречие должно быть. Это нормально, и вообще без противоречия нельзя. И прекрасно. А вопрос предопределенности в смысле пророчества – это отдельная тема, и ее, может, стоит обсуждать и сегодня, а отдельно, в любом случае, она не касается этого конфликта. Петя, извини, а почему… Да. Почему ты говоришь о том, что он знает или не знает, насколько это важно? Мне, например, важнее, влияет он или не влияет он? Знает или не знает… Окей, 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 это твоё замечание к моей теологии, я могу его обсудить, оно разумное замечание. Может быть, здесь, да, действительно, можно его включить. Действительно, знает, но не хочет действовать, может быть. Знает, но не хочет влиять. Очень может быть. Я согласен, что представление о том, что Бог всё знает, оно теологическое моё. Но у меня такая теология, окей. Может быть, в неё нужно добавить, может, её нужно корректировать. Но самое главное, то, что Натан сказал, а вот приходит религиозный человек и тебе объясняет, он может послать подальше и сказать, это не проблема религии, это не проблема иудаизма, это не проблема меня, это проблема твоих представлений. Я с твоими представлениями не согласен. Ты хочешь иметь такие представления, это твоя проблема. Иди дальше сам с ними разбирайся. Мне это не интересно. Я только хочу... Мне кажется, что то, что мы говорим, Бог знает, то мы подразумеваем, что Он знает то, что я не знаю. То есть мне сейчас не важно, что, грубо говоря, Бог знает, что у нас сейчас зум. Нас это сильно волнует. Бог знает, чем кончится этот зум. Бог знает, чем кончится в завтрашний день. Этого я не знаю. И я не знаю, что будет через следующую минуту, правильно? У меня только что интернет. Я не про это не знал. А он уже про это знал. Вот этот человек беспокоит. Как такое может быть? То есть есть кто-то, кто знает больше меня. Это неприятно с этим жить, правильно? Ну и что? Ну неприятно с этим жить. Ну подумай сам. Ну почему? Найди на покупки открытики. У тебя шесть органов чувств, правильно? А у него не шесть, а двадцать шесть. Он тебя чувствует, когда тебя в апреле адрес нет. Ну это приятно так жить? Скажи мне. Это на комнате установлена камера. У тебя в комнате установлена камера. Ты двадцать четыре часа в сутки, за тобой следят. Тебе приятно так жить? Окей, это дальше. Это одна из причин хелонизма, я думаю, кстати. Это одна из причин хелонизма. Мне неприятно, что за мной все время следят. Я не хочу этого. Я не хочу жить с камерой. Я не хочу, чтобы меня все время знали. Поэтому я отрицаю, что камера есть. Да, поэтому я говорю. Да, ребят, я согласен. Я не могу все объяснить. Да, действительно, может быть, что-то такое есть. Но вы делаете как бы свои установки. А я своя, моя установка. Ну, хорошо. Я говорю, что за мной следят. Иначе ты лишаешься. Послушай, я согласен, Ната, я согласен. Но, как ты заметил, я при этом акцентирую, в отличие от того, что ты сказал, что свобода выбора – это не кажущаяся реальность. И это сущность. И это мой выбор, так считать. Мы его ничего не можем здесь доказать. Но, что очень существенно, очень существенно, что приходят религиозные и говорят, да ну, что вы здесь дергаетесь, все и так известно. Вот его надо послать подальше. Вот это я, собственно, хотел сказать. Я не думаю, что надо послать. Я думаю, что ему приятно жить в тюрьме. Почему? Потому что людям приятно жить в рамке. Человек хочет, чтобы был хозяин. Человек хочет, чтобы на его нарок все было постелено хорошо, чтобы ему завтрак давали, чтобы он попросил, ему всего давали. Люди хотят этого, правильно? Очень может быть, я осторожно сейчас говорю, очень может быть, что то, что мы сейчас обсуждаем, одна из причин того, что если вот так, я сейчас быстренько просмотрел в голове еврейскую историю, что те вещи, которые особенно в последнее время, когда появились хевроним в современное время, те, кто делали реальный input, вклад, были люди нерелигиозные. Потому что они, у них ощущение, что от них действительно что-то зависит. А религиозные, религиозные, у них все время связаны руки. Почему? Потому что они все время считают, что ну да, конечно, надо что-то такое делать. Но в принципе, понятно, что если ты все делаешь правильно, молишься, то все, пятое, десятое, то опять же, законы как бы, они срабатывают. Если не физически, то теми, кто их управляет. А вот нерелигиозных этого нет. И поэтому появился эрцио поведение. Натан, ты вспоминаешь какую-то дальнюю теорию. Вспомни 35 лет назад Москву. То, что была Ашкаха Братит, то, что нам помогали, открывали, это совсем иначе. Это наоборот, тебе помогали, это тебе не мешали. Тебе открывали дорогу. Тебе помогали идти по этой дороге. Ты раскрывался как человек, а не наоборот, закрывался в какой-то тюрьме. Это мы пережили. Я не знаю, ты рассказываешь о вещах, которые, может быть, Харидим переживает, но мы пережили совсем другое. С Рабет-Шува был подъем, а не опускание. Было раскрытие тебя как человек. И помощь Бога в этом случае была как бы эффективной. Я во всем случае чувствовал, когда возвращался, как мне помогают. Как я начал соблюдать шаббат? Только с его помощью. Иначе я не представлял за несколько недель до этого, что можно соблюдать. Выяснилось, что можно. Ты помнишь, работали с шаббатами, в пятницу ты должен работать. Как можно не работать? Выяснилось, что можно. Я думаю, что там было много компонентов. Еще молодые ребята, они велись совершенно по-другому, чем вела окружающая среда. Мой собственный опыта говорит о том, что на меня гораздо меньше влияло ощущение того, что мне Бог помогает. На меня гораздо больше влияла чисто эмоциональная вещь, доверие к новым людям, доверие к пути и вообще некоторый род сумасшествия. Понимаешь? И людей, и людей это затаскивало. Некоторые сук сумасшествия. Понимаешь? И люди открывали что-то такое. Но при этом то, что люди все время говорили, да, вот он мне помогает, он мне это. Я такого там не слышал. И от тебя тоже, Слифа. Окей. Я это чувствовал и говорил. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Окей. Окей. Саван, это был некоторый экскурс. Да, по-моему, все нормально. Пошли дальше. Давай. Я должен был отключиться через... Ну, поскольку мы ограничены во времени, я предлагаю оставшиеся перенести на следующее занятие, поскольку они связаны там. И на этом закончим. То есть остановиться здесь, да? Да. Хорошо. Я за. Ну, Баба, ну, мы замечательно поговорили. Все это вещи. Будем надеяться, что... Окей. Спасибо. 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 Окей. Всем счастливо. Пока. Вот тут вот. Пока-пока. Не забудь выключить запись. Аккуратно. Нажми сейчас на этот самый, на квадрате. Все есть. Окей, все. А теперь закрой организацию. Угу. 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 Угу.